всем привет с вами Ольга и вы на канале вышивальная черепашка сегодня у нас обзор на новый наборчик от Лука Эс и его старт ну что погнали друзья скажите вы также любите стартовать как и я и я очень но сегодня снова таки не обычный старт а старт в рамках марафона марса шор по наборам Лука Эс и конечно же первое что мы сделаем это обзорчик на вот такой замечательный набор так Леон передает вам привет своей приправкой так ну что давайте уберем черепашку и наконец увидим что что за набор а это набор вот такой вот замечательный мама с дочечкой вот такой вот замечательный красивый розовый нежный набор который я совершенно недавно приобрела себе и хочу начать его и очень очень надеюсь я очень постараюсь его закончить именно в рамках марафона марса шор но сегодня я сделаю обзор а результат что у меня получилось на конве как всегда вы увидите 25 числа месяца мая то есть на сегодняшний день сегодня на 16 ну вот грубо говоря через 10 дней вы увидите что же у меня отшилось на данном наборе так ну что же давайте пройдемся по обзору и так вот такая вот красота нас ждет с вами в отшиве называется она значит набору б у 50 51 называется на момент по фланген я посмотрела в переводчике называется моменты тоски и грусти но я если честно не знаю почему грусть и мне кажется что там все таки моменты им продолжения да вот как говорят я в тебе продолжаюсь вот мама продолжается в своей дочке я бы сказала так но грусть тут какая может быть что все детки вырастают да и к сожалению вот такой вот период у них совсем совсем недолгий так ну что ж давайте по характеристикам и так у нас здесь и крест в две нити крузилки в одну нить и бэкстич в одну две нити на аиде 16 аккаунта белого цвета не разлинованная мулиной лука с количество цветов 49 и 3 сердечка из 5 сложность размер работы 25 на 25 сантиметров схемы черно-белая и иголочка у нас вложена так написано что сделано в молдове так ну давайте же наконец рассмотрим да это набор двадцать четвертого года дизайн давайте его раскроем и посмотрим что уже там внутри нас ждет сразу мы видим ниточки я честно признаюсь я его открывала но только для того чтобы посмотреть схему вот так давайте сделаем и по порядочку будем рассматривать так но теперь можно посмотреть превью которая не обликует вот такая вот красота на камере по моему немножко резче передается переходы то есть не так веско в жизни как вот мне кажется мне кажется в жизни все-таки немножко помягче ну особенно лицо да как то что такое пятнисто так дальше схема конечно же давайте покажу вам кусочек схема вот такая вот замечательная схема видите бэкстич цветной да хорошо все видно значки не перекрывает есть несколько цветных значков между нами показываю есть несколько цветных значков вот вот такая буква или такая вот улиточка я называю но вот по сравнению с пальцем посмотрите по моему на еще больше стала эта схема огромная просто схема на шести листах схема так далее ключ ключ у нас сейчас покажу ключ вот такой вот ключ но qr-код я закрываю потому что это qr-код схемы пдф она слепая схема но так как я вам показываю ключ что код закрываю так и что же мы тут видим и мы видим что у нас здесь есть два бленда это вот моя первая первый наборчик у тука эска в котором есть бленды посмотрим как же им будет вышиваться насколько это будет интересно или сложно вот они помечены до помечены номера номер такой номер такой вот здесь вот в одну ниточку видно что надо брать по одной ниточке 4 цвета бэкстича и французский узелок одного цвета вот такой вот ключ тоже самое есть маленькая превью миниатюр когда для рукодельного блокнота небольшая информация 49 цветов 14 аэда 160 на 160 стежков здесь указан и размер 25 на 25 сантиметров так и вот так это мы с вами посмотрели дальше конечно же идет информация о наборе всегда до производители вкладывают подобные информационные листы дальше канва ну канва понятно ничего примечательно не очень большая ну такая вот канва да понятно 25 на 25 сантиметров принципе тут ничего большого такого ну чего ждать канва и канва да себе в принципе средней жесткости я так бы сказала не не очень мягкая не очень жесткая я люблю такую неприятно вышивать менять ничего не буду потому что понятно полная зашивка и конечно же крестом здесь будет вышивать удобно ну и конечно же самое вкусное иголочки это не самое вкусное но не менее важное значит две иголочки обе с позолоченным ушком одна с маленьким ушком для бека и вторая для бека чуть потоньше и вторая чуть потолще с большим ушком что вы ничего не видите да давайте посмотрим ага вот так вот лучше вот и вторая большим ушком для своих собственно крестиков ну и конечно же вот эта красота это ниточки вот такие замечательные на четырех планшетках так давайте посмотри на пяти планшетках да извиняюсь 5 2 давайте так порядочку разложим и посмотрим посмотрим я уже убедилась на петушке что и правда количество значит ниточки намотана в порядке увеличения количество крестиков на работе так что ну в общем то и по намотке можно понять что здесь да вот в самые большие самое большое количество цветов но цвета конечно же сама нежнятинка очень нежные припыленные посмотрите зеленые такие да не на камеру даже ярче в жизни они вот прям реально вот как вот как пыльный как будто на них пыль села вот это правда вот такие вот пыльные цвета и вот этот розовый тоже он не такой яркий то есть и тут вам немножко камера искажает но возможно потому что свет не очень хороший но тем не менее в принципе выглядит немножко ярче чем есть и ну давайте посмотрим саму планшетку да как всегда на планшетке на что есть у нас есть значки на планшетке у нас есть значки у нас есть стрелочки которые показывают какому цвету соответствует данный значок есть прорезь для крепления ниточки есть дырочка вот здесь вот да для также крепление на пасмонитки которые мы отрезаем отсюда я собственно так и делаю я ничего не меняю не даю не делаю никакую дополнительную организацию все вот так дальше внизу у нас написано что это набор лукаэс номер нашей планшетки и номер нашего набора так давай фокусируйся вот номер нашего нашего набора и это планшетка первая к этому набору так бленды бленды смотрите бленды здесь никак не помечены и нету для них скажем так места но вот здесь вот одна одна вот здесь вот вверху плашка есть но в принципе можно я думаю что так как только здесь всего-навсего их два то в принципе можно сюда как каким-то образом пример один сверху намотать другой снизу в общем это будем уже решать по ходу того по мере того как эти бленды будут входить в работу так обозначены какие какие цвета вот бэкстича здесь да какие цвета участвуют в бэкстиче вот посмотрите вот так обозначен бэкстич вот большой значок и маленький значок на планшетках а на схеме он обозначен цветной так а вот здесь смотрите бэкстич и французский узелок здесь все обозначено бэкстич и французский узелок вот тут написано так что ж ну наверное это все по этому набору давайте полюбуемся еще разочек ниточками что сегодня фокус совсем не хочет работать полюбуемся еще раз ниточками красивыми такими да яркими цветными классными но здесь конечно больше всего вот этого белого и розового так по секрету скажу что я уже посмотрела немножко схему с чего начинать и там как раз таки будет начинаться именно с этого значка с этого белого цвета он даже не белый он молочный потому что белый вот он лежит вот посмотрите вот белый а этот такой немножко не знаю как и крю или молочный я если честно не сильно в этих таких видно вам нет отличается да ну чуть 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 вам видно да ну в принципе в жизни тоже так совсем совсем на чуть чуть отличается так что это такой будет молочный молочный фон так ну что ж друзья это наверное все что я хотела сказать вам по обзору подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить начало этого набора ну и конечно же финиш вот этой замечательной красивой нежной такой вот картинки нежной нежности да подписывайтесь ставьте лайки этому видео если вам понравился обзор и конечно же ждите отчета через десять дней в марафоне в рамках марафона мерцешор мы увидим с вами первые крестики ну что ж на этом я прощаюсь желаю мирного неба шустрые иголочки вышивать с удовольствием всем пока 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 не забывай не забывай